Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Мы в сети». Меня зовут Наталья Лефантьева и в ближайшие несколько минут я расскажу о том, что обсуждают сегодня в интернете. Итак, на нашем официальном сайте Афонтовой.ру самой популярной стала новость о том, что краевые депутаты не поддержали законопроект о строительстве 4-го моста через Енисей. Несмотря на то, что документ состоял всего из трех предложений и наделял стройку статусом регионального значения. Сейчас он отправлен на доработку. Мой коллега Виталий Поляков рассказал, что пока депутаты и министры спорят, на площадке уже началась подготовка к строительству. Геологи проводят изыскательские работы. На нашем официальном сайте Афонтовой.ру на эту тему самые разные комментарии. Вот, например, один из зрителей пишет, что такие проекты такого уровня не могут быстро согласовываться, утверждаться. Есть и ироничные комментарии. Вот, например, один из телезрителей пишет, что нет заводу, нет мосту. Имеется в виду, конечно же, возможное строительство в Красноярске аферосплавного завода. Нам остается лишь надеяться, что строительство 4-го моста через Енисей не будет затянуто и объект будет сдан в срок. Напомню, это 2016 год. Идем дальше. Авторитетные интернет-издания сегодня пишут о втором землетрясении в Турции и даже публикуют на своих страницах видео с мест происшествия. Число жертв землетрясения, произошедшего в турецкой провинции Иван. В среду увеличилось до 40 человек, передает РИА Новости. Разрушено 25 зданий, в том числе и два отеля. Из туристов никто не пострадал. Мы все-таки решили выяснить, как обстоит дело в курортных зонах. Ведь, несмотря даже на то, что сейчас не сезон, в Турции могут находиться и российские туристы. Мы связались по скайпу с красноярским представительством федеральной компании Туроператора. Вот директор этой компании, вот что он нам рассказал. Стоит отметить, что сейчас в Турции не сезон, туристов там нет практически. Есть, но это очень малая доля. Чартеров из регионов не выполняется. В случае, что наши компании, что другие компании не летают. Поэтому для туристов там не было и нет никакой опасности. И даже если по этой землетрясении произошло, не дай бог, конечно, во время сезона, или в разгар сезона, то не докатилась бы волна до курортных зон. Потому что это другой, абсолютно другой конец страны. Ситуция страны достаточно большая. Но мы продолжаем. Упубликован очередной рейтинг политической выживаемости губернаторов. Глава нашего региона на этот раз получил только четверку. Напомню, что в прошлом году Льву Кузнецову в этом рейтинге поставили отлично. Дело в том, что, по мнению экспертов, на этот раз сильными сторонами губернатора стали включение его в состав расширенного правительства и в президиум госсовета, федеральная поддержка строительства 4-го моста через Енисей и других инвестпроектов. Ну а слабой стороной нашего губернатора эксперты назвали конфликт, разгоревшийся вокруг строительства ферросплавного завода. Но наш губернатор на фоне остальных выглядит весьма удачно. 11 глав регионов получили в этом рейтинге двойки. Еще один единицу – это Илья Михальчук, руководитель Архангельской области. Причина – проблемы с началом отопительного сезона. На этом у меня все. Добавляйте Афонтова в друзья. Наши странички есть во всех социальных сетях. Также пишите на наш официальный сайт afontova.ru. Помните, что мы не только в эфире, но и в сети. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok